Всем привет, меня зовут Илья и в сегодняшнем видео я хочу поговорить о мифах, о неправильных точках зрения и о легендах, касаемых игры на бас-гитаре. Реальность устроена таким образом, что когда человек берет в руки что-то или о чем-то думает или хочет что-то сделать, например научиться играть на басу, у него в голове уже сложилось огромное количество стереотипов, огромное количество всякого мусора, зачастую бывающего неточным и неправильным. И это видео, я надеюсь, поможет музыкантам, бас-гитаристам избавиться от лишнего шлака и ненужной информации. Миф номер один. На бас-гитаре играть проще и легче, чем на обычной акустической или электрогитаре. В народе бытует мнение о том, что бас-гитарист это по сути не сложившийся гитарист, которому в группе не доверили настоящий true инструмент как электрогитара и дали в руки бас-гитару. Вы об этом, я думаю, что знаете. Также интернет породил огромное количество мемов, огромное количество приколов и рофлов на эту тему, даже комментарии вроде таких. Полная чушь. Начнем с того, что при игре на бас-гитаре на первых неделях вы можете просто физически себе нанести ущерб. Струны бас-гитары просто физически сложнее зажимать, этому нужно учиться, тренировать руку. Скажем, гитарист играет аккомпанемент на аккорд D7 в группе. Вся группа знает, что сейчас играется D7. Соответственно, звучит это круто. Здесь конкретная аппликатура. Человек, гитарист, запомнил аппликатуру и играет этот аккорд. Он не думает, ему не надо лишний раз напрягаться и думать, какие тут ступени. У него просто уже запомненная годами выученная аппликатура этого аккорда. Он может там, я не знаю, ну добавить еще. В это самое время у бас-гитариста в голове гораздо больше информации. Ему нужно представлять и знать точно все ступени аккорда и не в одну октаву. Ему нужно знать тоника, тоника на октаву выше, где находится третья ступень, где находится пятая ступень, где находится седьмая ступень, где находится эта же третья на октаву выше, пятая на октаву выше и седьмая на октаву выше. Но это еще не все. Помимо того, что вы это в голове держите, вы должны уметь этим пользоваться. Не просто выучить правой рукой штрих, но и уметь, как алхимик, подмешивать эти ступени в аккорд ре грамотно, чтобы не переиграть лишнего и не доиграть, и чтобы это не было. Это уже вырабатывается годами, и чтобы написать такую хорошую, адекватную партию, нужно реально шарить. Просто за неделю занятий у вас это не получится. Так что не стоит забивать свой мозг мусором на бас-гитаре и играть совсем не проще, чем на гитаре. Заблуждение и миф номер два. Бас-гитара скучный, невыразительный, неяркий, неинтересный инструмент. Полный бред. Начнем с того, что бас-гитара это ритм, мелодия, аккомпанемент, грув, гармония, обертона, динамика. Это все бас-гитара, это все есть бас-гитара. Люди, которые говорят, что на басу что-то нельзя играть, или он ограничен, там всего четыре струны, это вообще для неудачников. Но, как правило, такие люди, они сами ничего не могут сыграть. И это реально проверено. Высокомерные люди, которым нужно 25 миллионов струн, чтобы сыграть что-то. Хотя, если посудить, чем меньше струн, тем надо больше фантазии, чем реально сложнее что-то придумать. Это нужно реально быть прошаренным в музыкальном плане человека. Что касается экспрессивности и яркости. Можно сказать, что звук баса намного ярче, экспрессивней, обертонистей и богаче, чем у многих инструментов. Поэтому говорить о том, что бас-гитара какой-то скучный и невыразительный инструмент, это полный бред. Заблуждение номер три. Ты должен начинать учиться на дешевом инструменте. Бытует авторитетное мнение о том, что новичок не должен даже смотреть в сторону дорогих бас-гитар. Так как они все равно не окупятся. Да и играть от того, что гитара стоит 2000 долларов, ты не научишься. Но, в то же время, и дешевая палка может отбить у вас интерес играть на инструменте через неделю. Это дребезжащие струны, высокие, какие-то дешевые датчики, непонятная конфигурация и прочее. Все эти вышеперечисленные артефакты дешевого инструмента могут заставить вас выкинуть вашу бас-гитару на помойку и взять старую добрую акустику. Хочу сказать, что цена, по сути, не имеет никакого значения. Если у вас есть деньги, то можете смело покупать дорогой инструмент и не думать, что вот у меня там, я все равно новичок, мне это не надо. В этом не будет ничего страшного. Тут зависит лишь от вашего кошелька. Если у вас есть возможность купить дорогой инструмент, то покупайте. Если же нету, или вы совсем в себе не уверены и думаете, не забью ли я через неделю на это дело совершенная не уверенность в себе, тогда стоит, может быть, сэкономить и купить палку подешевле. К тому же дорогой инструмент можно всегда продать выгодно. Заблуждение номер четыре. Ты должен обязательно читать с листа. Хочу сказать, что есть огромное количество крутых и признанных бас-гитаристов, например, тот же Фли или Адрен Ферро, которые не умеют читать с листа музыку. Но это не мешает им быть востребованными и реально крутыми бас-гитаристами. Тут дело в личном вашем выборе и лично в ваших целях, скорее даже целях. Потому что, к примеру, если вы хотите работать в театре, в оркестровой яме, или быть студийным сессионным музыкантом, который играет и записывает пятью группам в день песни, и когда невозможно просто запомнить, а импровизация не прокатывает, тогда реально знание чтения с листа и умение чтения с листа будет очень полезно. Но если вы хотите просто получать от музыки удовольствие, играть с друзьями, играть в какие-то концерты как хобби, как какое-то развлечение, не ставя перед собой какой-то суперработы по десять песен в день записи на студии, то это вам совершенно особо, ну не то, что совершенно, но в общем-то не сильно пригодится. Тут гораздо полезнее будет знание просто законов диатонических ладов, знание гамм, функций аккордов, элементарной теории музыки. Вам гораздо здесь пригодится больше, нежели чтение с листа. Но это ваш выбор и зависит только от ваших целей. И сильно беспокоиться по этому поводу тоже не стоит. Заблуждение номер пять. На бас-гитаре не стоит играть медиатором. Но это бред. Пол Маккартни, Битлз, изменившая музыку во всем мире. Крис Квайр, группа ЕС. Энтони Джексон, играющий даже джаз-медиатором. Лемми из Моторхэт. Бобби Вега. Все эти люди играли медиатором, и это не помешало им стать великими музыкантами, бас-гитаристами. Поэтому я даже могу вам порекомендовать, если вы начинаете играть только вот на бас-гитаре, то ничего зазорного и страшного не будет, если вы возьмете в руки медиатора и будете играть медиатором. Наоборот, это даже круто. Вы сможете при помощи медиатора обогатить ваш багаж музыкальных инструментов, так скажем, музыкальных звуков, ваш арсенал бас-гитариста. И тем более, есть такие цели, есть такие песни, когда без медиатора вы просто не сможете ничего сыграть. Поэтому медиатор это нормально для бас-гитары. На гастролях бас-гитарист и барабанщик всегда живут в одном номере. Певица всегда выбирает бас-гитариста, потому что на концерте бас-гитарист сыграет не ту ноту или сдвинет палец на один такт выше или ниже. Вся группа будет искать, где мы сейчас играем до конца песни. Бас-гитарист это черный барон любой группы, это главный человек. От ритм-секции барабанщик плюс бас-гитарист зависит 90% успеха группы. Поэтому даже если гитарист играет, например, АМ, а басист зажимает ФА, то это уже не будет АМ. Я надеюсь, данное видео поможет некоторым музыкантам избавиться от мусора и шлака в голове с несоответствующей действительности и сосредоточиться на реально правильных, на реально важных вещах. Если я что-то сказал неправильно или не сказал вообще, а вы об этом знаете, напишите, будем обсуждать, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем любви, доброты и пока!